Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим о новых ограничениях на территории Польши, а также давайте поговорим о том, кто может получить опекунши, то есть те люди, которые останутся дома с детьми, и кто вообще сможет получать пособия для детей за то время, которое вы будете отсутствовать на работе. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. 25 марта была конференция на территории Польши о новых ограничениях. Что же было сказано на этой конференции? Ну, во-первых, с 27 по 9 апреля будут новые правила действовать на территории Польши. И да, конечно, это уже было предусмотрено, скорее всего, давным-давно, потому что, как вам известно, то в Польше празднуется сейчас католическая Пасха, которая будет с 4 по 5 апреля. Поэтому в связи с этим, как ни странно, сразу очень большое количество заражений на территории Польши, ну и, понятное дело, нас уже предупреждали. Если будет более 30 тысяч заражений, то нам ведут новые ограничения. Как ни странно, во вторник и в понедельник было по 15-17 тысяч, а в среду сразу же было 30, потом 35, и сейчас по 32 тысячи зараженных людей. Конечно же, я не вправе обсуждать вообще политику Польши, но мне кажется, мне не одно и кажется, что это было странным. И, значит, как сказали на конференции, что с 27 по 9 апреля будут действовать такие правила, что закрывают практически полностью всё. То есть у нас третья волна, и это полный локдаун, такой народовый локдаун. Что же это означает? Ну, во-первых, салоны косметические, также фрезерские, парикмахерские будут закрыты до 9 апреля. Садики, ясли, школы, всё переходит на дистанционное обучение. Понятное дело, что ясли, садики, почти обучения никакого и не может быть, поэтому до 9 апреля дети также будут находиться под опекой родителей. Также закрывают магазины, которые будут находиться в галериях, с одеждой связанной, с обувью, в общем, украшения и так далее. Всё это будет закрыто до 9 апреля. И закрывают магазины с бытовой техникой, магазины строительные и магазины мебельные, где площадь магазинов превышает более 2000 квадратных метров. Лимит пребывания клиентов в магазинах других будет ужесточён, и 1 человек на 15 квадратных метров должен будет находиться, если магазин до 100 квадратных метров, и 1 человек на 20 квадратных метров, если магазин более 100 квадратных метров площадью. Ну и конечно же, все думали, что закроют ещё также костёлы, но, как оказалось, нет, костёлы будут работать. Единственное, что там будет ограничение для верующих людей. Это 1 человек на 20 квадратных метров. Конечно же, государство, и точнее премьер-министр призывает всех людей на территории перейти на удаленную работу, то есть если есть такая возможность, то просят всех работодателей, чтобы их работники начали работать удаленно и не скапливались в местах работы, потому что, по мнению премьер-министра, как раз вот на работе происходит самое большое заражение, количество заражений людей. Но и те ограничения, которые действовали до 27 марта, они все же остаются, поэтому, как вы знаете, что если вы захотите приезжать на территорию Польши, то туристам въезд запрещен, кроме граждан Беларуси. Конечно же, гражданам Беларуси можно приезжать и по туристическим визам, и по коммунитарным, и по бизнес-харбор визам, да, то есть граждане Беларуси немножко развязаны здесь руки и имеют право приехать, хотя у них в стране там свои какие-то заморочки, тоже сейчас происходят с консульством, с посольством, поэтому, конечно, не так кажется, как было бы раньше легко приехать в Польшу. Что же касается других стран, то если вы захотите пересечь границу, то вам нужно иметь разрешение на работу, либо же приглашение с учебного учреждения, независимо от возрастной категории. То есть, если это даже маленькие детки, то они также и должны иметь приглашение с ясель, либо же вам нужно иметь заключенный договор с няней, который будет наблюдать за вашим ребенком, даже если он самый маленький. Как вы знаете, что здесь, в Польше, детки в ясле отдаются с 20 недели с момента рождения, поэтому для Польши это не новость, когда ребенок, ребенку там, не знаю, 4 месяца, его хотят отдать в ясле. Поэтому, если вы переезжаете в Польшу, даже если семья ваша не будет работать на территории Польши, либо же учиться, все равно разрешающие документы для пребывания на территории Польши, они должны быть. Конечно же, если у вас есть сталый побыт, либо карта поляка, либо же карта временного побыта, вы также можете приехать, но тут уже будет зависеть от настроения пограничника. Вас могут спросить единственное, что может быть актуальный договор, либо же договор на жилье. Поэтому будьте внимательны, когда переезжаете, желательно брать с собой максимально большое количество документов, чтобы уже быть полностью безопасным и проехать границу Польши как можно быстрее. Что касается карантина и обсервации, то все остается также по-прежнему. Если вы не хотите сидеть 10-дневный карантин, то вам нужно сдать тест, и он должен быть отрицательный за 48 часов до планируемой поездки. Также справка считается с момента получения анализов, это время идет, да, 48 часов отсчитываются, и справка должна быть на польском языке, либо же на английском языке. Если вы сделали два раза уже прививку на ковид, то вы также имеете право с подтверждающим документом пересечь границу Польши и не сидеть на карантине. До карантин можно сидеть, то есть если вы не хотите сдавать тесты, если вы не хотите делать себе никаких прививок, то конечно же вы можете пересечь границу польскую и сесть на 10-дневный карантин. Только вам нужно будет на границе подать информацию, где вы будете пребывать, то есть нужно иметь сразу же адрес, где вы будете проходить этот карантин. Все остальное остается без ограничений, поэтому если вы хотите узнать более подробную информацию, то переходите на мой инстаграм, и вы 100% найдете там больше информации. Как раз недавно писала об этом пост, так что возьмете и почитайте как раз. Теперь возвращаюсь к теме, к защилку опекунчу. Додатковый защилок опекунча, кто же имеет право его получить? Сейчас с 27 марта многие родители должны будут сидеть с детками и не выходить на работу. Все те, кто трудоустроен на умове операции, имеют право подать своему работодателю заявку. Ссылку на заявку я вам оставлю в инфобоксе, вы ее можете скачать, распечатать, заполнить и отдать своему работодателю. Все остальное он должен сделать сам за вас. И за тот период, в который вы будете находиться над опекой над своим ребенком, за этот период вам выдается 80% от вашей официальной ставки заработной платы, и это будет вам вплачивать не работодатель, а ЗУС. Как известно, ЗУС не сразу платит, как и ваша зарплата, то есть, например, в апреле месяце может прийти зарплата уменьшенная за март месяц, а ЗУС вам только заплатит 25 апреля, например, за март, за те дни, которые вы сидели с детками. Конечно же, будут, возможно, опоздания, потому что сейчас почти каждый второй, кто трудоустроен на умове операции, будет подавать этот внесок, эту заявку, и, конечно же, ЗУС, как всегда, будет не успевать рассматривать эту заявку, поэтому наберитесь терпения, и, скорее всего, ваше пособие будет выплачено, но только немножко в поздним временем. Далее, те люди, которые трудоустроены на умове с лицами, также могут воспользоваться засилком опекунчем только в том случае, если вы платили добровольную складку хоробову. Я вам уже рассказывала, что это за складка, как она делается, как можно опадать на нее. Посмотрите мои предыдущие видео, и вы будете знать больше информации на эту тему. Но если вы платите складку хоробову и проплатили уже ее более 90 дней, то вы также имеете право скачать это заявление, которое находится в инфобоксе, распечатать, заполнить, отдать своему работодателю. И за те дни, которые вы будете сидеть с ребенком, из-за того, что он не ходит в сад, либо же в школу, то вы имеете право получать такую защилок, то есть такое пособие по уходу со своим ребенком. Пособие дается для детей до 8 лет. Далее, дети, которые инвалиды, могут получать родители такое пособие до 16 лет. До 18 лет, если же степень инвалидности умеренная, и до 24 лет, если же вашему ребенку нужно специальное образование, вы также можете получить такое пособие. Все это находится на сайте официальном zuz.pl, я вам оставлю всю полностью подробную информацию, так что обязательно переходите в инфобокс, и вы получите там более подробную информацию. Если у вас еще остались вопросы ко мне по поводу пересечений, ограничений, а также пособий, то оставляйте их в комментарии. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, а также на мой Instagram. Я часто информирую вас о самых быстрых, самых свежих новостях на территории Польши, поэтому если вы интересуетесь жизнью Польши, то как раз Instagram-страничка будет как раз для вас, но и YouTube. Тут вы найдете, как всегда, очень много интересного и познавательного. Спасибо большое, что сегодня были вместе со мной, но мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока.